мы можем вашу клинику позвонить вам же не все равно правильно зубастик досталось от отца ну бы я придумал не папа название было другое я имплант поставил не коронку надо сделать но я не хочу с вами связывается сказали вы ярко и уверенно александр чем занимается ваша компания стоматология у вас сколько кресел у вас два два кресла один офис да расширяться планируете вы сами доктор в прошлом нет просто бизнес решили замутить тогда руководитель а вас наняли вы или вы собственник собственник понял почему именно стоматологии как вы не из медицины сами нет вы просто увидели нишу сходили к стоматологу полечили зубы посчитали деньги сколько они заплатили им да поняли бизнес интересный нет досталось от отца а досталось начало фразы когда вы говорили я сначала понял другое потом достала отца потом а от отца да да вы тоже соображали так быстро да все вы не хотели но папа сказал надо и папа папа здесь в зале нет ну правильно припаде я думаю только не сказали эмоция была другая скажите как вам нравится бизнес да сказали вы ярко и уверенно скажите а что вот в нем вам вас цепляет вот какая перспектива в нем есть ну во-первых это медицинская помощь стоматологическая людям то есть им требуется помощь и скорее всего это одно из главных для меня то есть людям требуется помощь они могут это знать а могут и не знать то есть мы им помогаем то есть даже если мы пытаемся их привести какими-то такими способами как у вас допустим да это какие такие это у меня способы что-то не понял вы пригласили кого-то заморского который черного риэлтора ли как там это да 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 какие методы вы имели ввиду что вы что хотели сказать ну смотрите люди даже могут знать что им нужна помощь включили видео они могут оттягивать это до последнего момента и когда уже помощь то будет требоваться и по финансовым затратам намного больше и по здоровью намного больше это ущерб нанесет самому человеку именно поэтому я здесь пришел узнать как донести все-таки до людей важность и ценность нашей работы мы можем вашу клинику позвонить лучше не надо потому что нет администратор в курсе просто куда я ушел сегодня и сюрпризом это не будет но она в курсе она в курсе что ей собирает звонить нет тогда вроде склеивается вроде да хотите чтобы позвонить стоматологию людям зубки надо полечить понимаете вот это что то есть ведь я вижу вы не рада они радости ну просто администратор может быть занят у нас небольшая клиника на два кресла всего лишь позвонили люди называть как клиника и приговор сейчас ощущение что был да а зря сказал роден да ра 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 дэн то есть радостный доктор да как-то 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 переводится ра дэн ну как-то когда папа придумала радость рада я придумал не папа название было другое а какое было название до по до вашего входа в бизнес зубастик зубастик до детей лечили нет именно поэтому и поменяли друзья всем привет как у вас настроение скажите вы владелец бизнеса вам интересна тема повышения конверсии мотивации создание более эффективной системы найма если да тогда мы с вами можем увидеться на бесплатный диагностик который проводит мои бизнес-инженеры вместе с вами прокачайте бесплатно ваши ключевые вопросы что у вас не так что мы можем для этого сделать какие можно повысить результативность в общем если интересно читайте вот здесь и смотрите видео дальше бесплатная диагностика с реальным рабочим бизнес-инженером рабочей лошадкой которая может сделать очень многое то что некоторые как я думаю да что детей да 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 ну видит папа папа как-то креативил как-то с любовью к детям а ну что набираем не против наберем хорошо ну вот я тут только что я первый раз жизни поставил имплант первый раз жизни вот недавно здравствуйте вы позвонили в стоматологию радент вам встретит первый освободившийся специалист пока все хорошо смотрите здравствуйте скажите пожалуйста а вот я имплант поставил не коронку надо сделать можно вас это сделать на консультацию изначально подойти к ортопеду вы давно имплант установили неделю назад это еще рано ведь ну я хочу заранее консультироваться ну там сразу спланировать вопрос серьезный у меня первый раз жизни такое а почему вы не хотите ставить именно там где устанавливали ну я просто в другом городе ставил а сейчас я сейчас в волоке поэтому мне так удобно территориально по-моему она начала отговаривать помните сначала такая вздохнула ну ладно понял а вас доктор вообще хороший хороший понял понял итак и какая у него задача скажите вот вы задачу записать записать вообще лучше владения я не хочу связываться мы обычно сразу же одно второе что врачи же не знают как вам этот имплант установили и соответственно за коронку опять же гарантии там никакой не будет походу она связаться сама не хочет да я потом объясню вам ага вот в чем дело понял ну я просто ставил очень маленький срок там ставить то надо через 4 месяца вы правильно говорите да мне так и сказали я просто хочу заранее подготовиться плюс у меня там знаете ну там может какие-то кариеса есть еще что такое ну надо посмотреть давно не смотрели ну смотрите у нас места с понедельника в принципе в любой день можно записаться там и с утра и вечером есть скажите а что обычно клиенты говорят если они не записываются то что делают что они говорят не подходит время ага ага знаете мне понедельник что-то не подходит давайте я тогда ладно хорошо кариес вылечите да если что ну ладно хорошо все делаете а коронку не хотите ставить ну ладно понял это это понимаю да конечно понимаю 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 ну что мне делать не в город другой ехать не хочется понял 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 и у нее задача закрыть меня навстречу что правильно если не закрываясь навстречу она должна быть определенная многоходовка хорошо тут не я сказал я подумала говорит подумали сейчас подождите стойте стойте подождите просто а не получилось не получилось да ну поаплодируйте девушки она а что он сделал не так как вы думаете что он что он сделал не так но вообще все да я вам объясню просто позже про вот эту ситуацию с коронкой про коронку я понял просто гарантии нет это я понял но сейчас я объясню что это да здрасте знаете и в этом трубку рано положили а я хотел еще что спросить можно скажите пожалуйста вот я просто как увидеть неопределившийся клиент вы меня не записали но со мной что-то делать надо я вот именно вам позвонил просто по рекомендации мне мой знакомый порекомендовал и нужно со мной что-то сделать же друзья супер срочно если вы предприниматель и менеджер по продажам то точно это для вас потому что в москве совсем скоро состоится уникальное событие называется реалити разбор будет проходить в москва сити по теме как продавать дорого много в удовольствие это не просто обещание это реальность которую вы сможете ощутить по полной на собственном опыте в течение 8 часов на сцене я буду проводить реальные разборы вашего бизнеса лицом к лицу и сделаю живые звонки в вашу компанию и к вашим клиентам ну а на разбор можно будет попасть как участникам так и слушателям и получить мощную прокачку то есть такой реальный разрыв старых шаблонов только действующие рабочие скрипты и техники и все что касается рабочих инструментов будем про трубку телефона звонить и разбирать прямо на сцене поэтому поторопитесь мест остается немного особенно для тех кто хочет получить реальный разбор реальный кейс они только такой интересную яркую модерацию по теме продаж и взлета продаж на x и вверх листайте пока видео дальше а в москву записывайтесь дата находится здесь внизу якуба москву приходить я вам говорю в понедельник если вам не подходит можете любой день назвать когда вам удобно а вы меня знаете как сделаете вы меня спросите какой день удобен другой и мы с вами поговорим меня запишите на другой а второе потом еще скажите у меня ватсап не вторник не очень удобно ну все все уже хорошо процесс пошел да а если мы не договоримся вы не спросите какой на ватсап на каком номере у меня на этом я скажу и вы не сразу после разговора отправьте что-нибудь ватсап потому по переписываемся вы меня закройте на встречу на консультацию мне же это надо помогите человеку а то я потом забуду смотрите какая проблема я забуду что-то затянется потом конь кариес еще что такое у меня зуб заболит а потом раз и пульпит и все проблема и все из-за вас данный данный вы там ручка записывайте да ручкой понял ну а поймут надо надо как-то там серым или еще что-то наладить надо подскажите пожалуйста имя отчество да просто владимир но сейчас она хоть чуть-чуть не криво но правильно делать правильно да и так вот три варианта первый вариант клиент согласен встреча назначается второй вариант клиент думает и думающих больше или ноги или который соглашается больше в разных сферах не в томатологии может по-своему больше думающих или больше соглашающихся ваших сферах думаешь значит именно вопрос роста бизнеса роста занятости кресло стоматолога в думающих ну давайте вы пишите там мы решим ладно да и вы еще скажите фразу что владимир янтона напишу день-то после обеда и мы с вами сориентируемся поедельник и вторник запланируем хорошо да хорошо если местечко освободиться чуть раньше я вам еще раньше маякну хорошего дня владимир до звонка до встречи а зубки берегите я положу трубку и буду доволен что вы обо мне заботитесь вам же не все равно правильно про меня про мой коронку мой кариес но все-все-все я именно это ладно спасибо большое вам хорошего дня всего вам доброго до свидания поаплодируйте девушки еще раз она как-то быстро переключилась молодец а как вы одобряете мои советы вы про историю с моей коронкой расскажите потом но в целом чувствуете что именно в этом моменте как раз потеря денег которые вы отдаете другой клинике если хотите другим ну вы же может если благотворительным занимаемся даем другим клиникам то да если нет то то своих докторов загружаем и у нас два кресла потом будет три четыре будете расширяться и двигаться вперед поаплодируйте пожалуйста нашим смелым первым участникам александр спасибо за первый кейс якуба на ютубе якуба на ютубе